Ирина Карасьев, Государственный Русский Музей, докладом, Государственный Музей Новозападной Живописи, как лаборатория МХК Генхук. Спасибо. Прежде всего, я хочу поблагодарить Пушкинский Музей, организаторов конференции, за возможность участвовать в таких интересных чтениях. Итак, идея Музея живописной или художественной культуры с самого начала включала в свою орбиту коллекции Щукина-Морозова. Первоначально планировали максимально объединить западный и русский материал и даже устроить этот новый музей прямо в Щукинском собрании. Впоследствии планку опустили, ограничившись выбором для МХК корпуса отдельных произведений из тех, что вносят новые методы. Однако открывшиеся в Москве и Петрограде музеи специального назначения аккумулировали в себе только отечественное искусство. Коллекции Щукина и Морозова в виде первого и второго музеев новой и западной живописи остались самостоятельными институциями. Вместе с тем Петроградский музей не прекращает попыток получить произведения французских художников. Здесь считали, что они являются исходным пунктом современных течений, повлияли на наших мастеров, и без них невозможна научная разработка вопросов живописной культуры. Придя в августе 1923 года к руководству Петроградским МХК, Малевич поддержал и развил эту позицию. Он сторонник не отдельных включений, а максимального объединения коллекции. «Музей западной живописи должен быть отделом музея художественной культуры, ибо мы утверждаем, что только мы сможем правильно разобраться в тех работах, которые мы сами работаем. Только в классификации влияний мы можем установить правильную линию». При этом Малевич понимал, что музейные деятели вряд ли пойдут на столь радикальный музейный передел. Они, дальше его слова, будут бояться этого, ибо это нарушит историческую формальность собрания. Собрание Щукина не станет. Территориально-географическое размещение будет другое. А для музейного деятеля боязна даже развеска собраний коллекционера в новом плане. Заявленные глобальные намерения действительно не осуществились. Но в научной и педагогической практике МХК и впоследствии Генхука работа с бывшими коллекциями Щукина и Морозова заняла важное место. И Гаманзи, особенно на летний период, превратился в лабораторную базу Института художественной культуры. У этой работы были две цели. Внутренняя, направленная на реализацию программы научных исследований, и внешняя, касающаяся вмешательства и введения результатов этой внутренней работы в музейную практику. В МХК не доверяли пресловутым музейным деятелям. «Мы, свидетели и творцы движения нового искусства, – утверждал Малевич, – должны дать оформление ему, ибо сейчас русский музей не знает, кто и что у них гостит под видом нового искусства». Это 9 декабря 1922 года в русском музее открылись залы новейшей живописи. Подобный упрек касался отнюдь не только русского музея. Дальше цитирую. Собрание западной живописи в музее города Москвы не имеет метрик. Совершенно неизвестна история происхождения произведения. Неизвестны причины изменения живописного строя. В бумагах МХК Генхука имеется немало сведений о научных поездках сотрудников в Москву. И еще больше о необходимости таких командировок с просьбой выделить на них средства. Чаще других, нередко за собственный счет, в Москве работали Вера Ермолаева и Константин Рождественский вместе и по отдельности. В характеристике Константина Рождественского она требовалась для утверждения его аспирантом по такой общероссийской уже тогда системе. Этот аспект его деятельности удостоился специального упоминания. Ведет уже вполне самостоятельную работу в Московском музее современной французской живописи над произведениями Сезанна и неоимпрессионистов. Работа ведется главным образом по линии цвета и попутно формы. Однако содержательных документов немного. В основном то, что мы имеем, это заявления, командировочные удостоверения, скупые строчки планов и отчетов, упоминания об итоговых сообщениях на заседании отдела или ученого совета. Сохранившиеся тезисы доклада Ермолаева и художник Дерен в московских собраниях современной французской живописи, с которым она выступала в институте и на закрытых, и на публичных заседаниях не один раз, фокусируются на обсуждении общих подходов к теме, на выяснении контекстов и влияний, предъявлении выводов и лишь бегло очерчивают предметную область исследования. Весьма полезную, хотя и разрозненную информацию можно извлечь из опубликованных дневников Константина Рождественского. В первый раз в Москву он отправился еще в декабре 1923 года, вскоре после того, как, приехав из Сибири, стал практикантом МХК. Возможно, ему дали аналитическое задание по программе формально-теоретического отдела, куда он поступил, но, скорее всего, это была необходимая для серьезного обучения первичная ознакомительная поездка. Соответствующая дневниковая запись свидетельствует об общей осведомленности в идеях МХК, но не демонстрирует особой системной методики. Рождественский ведет пристальное наблюдение за картинами Сезана. В дальнейшем именно Сезан станет его индивидуальной научной темой, рассматривая их в основном в хронологическом порядке и стремясь проследить логику развития художника от предмета к форме, от случайных решений и интуитивных находок к осознанному действию. Уже в ранних работах он видит стремление художника создать из картины целый единый организм, холст как самодавляющее существо. Это как раз о работе в комнатах. Отмечает специальную заботу об остроте линейного построения, работу осей и контрастов «Девушка за пианино» и «Автопортрет». Акцентирует внимание на появлении чистой живописи и цветового построения картины, фиксирует наличие общего тона и протекающую коричневую краску. Дальше цитата. «Которая начинает насыщать картину, находится во всех уже углах и местах картины, во всех предметах, а протекающая – важная для Малевича формообразующая характеристика специфики живописи в отличие от светописи. Одновременно Рождественский находит наглядные подтверждения сезановского происхождения кубизма, появление главной оси композиции, которая даёт силу линейному построению и осознанная работа не с предметом, а с формой». При посещении Государственного музея нового западного искусства в декабре 24-го, январе 25-го года Рождественский удивляется невежеству наших академиков. И в «Хутымасовце» не лучше, добавляет он. Не узнали у Щукина Матисса, спутались с Сезанном. И неведомым образом обнаружили там Машкова. Сам же он намечает исследовательскую линию, такую очень конкретную. Нужно прочувствовать всю логическую и последовательную связь между Мане, Ренуаром и Вламинком, да ещё от Мангена к Сезанну. Это важно как руководящий элемент нашего живописного развития. В 1927 году, в это время Генхук уже слит с Институтом истории искусств, но профильная работа продолжается. Рождественский, вновь собираясь в Москву, имеет уже такой чёткий конкретный научный план. Цитирую. «Выяснить зависимость и разницу протекающих с гаммой. Если гамма – сумма доминирующих, то у Сезанна гамма, безусловно, определяется протекающим. Но гамма может быть и без протекания. В кубистической геометризации, я думаю, вещи строятся не на протекании, а ногами землистой. Если человек работает одним цветом или родственными, например, землистыми, то там протекания не может быть, потому что нет тех контрастных цветов, которые нужно привести в единство через протекающие, рассмотреть все геометризации со стороны протекания. Хотя у нас нет прямых сведений и свидетельств о том, как именно происходила работа на месте в залах музея, но об ее характере, формах и результатах можно судить, исходя из общей программы Генхука и некоторых отчетных документов. Как известно, в институте изучали процессы формообразования и выясняли механизм эволюции современного искусства, ориентируясь при этом на методы и процедуры естественно-научного знания, особенно распространены биологические и медицинские аналогии и метафоры. Малевич не уставал доказывать необходимость создания живописной науки по примеру остальных наук. Он призывал заменить общепринятый эстетический сантиметр вкуса, это его слова, то есть это мнение по шкале нравится-не нравится, научным сантиметрам, а это объективный аналитический взгляд, полученный опытным путем данные, статистический объем материала, проверяемость и воспроизводимость результата. В Генхуке занимались исследованием самого холста, стремясь увидеть поверхность картинной плоскости, которая лежала скрытой, это у меня такой набор цитат из Малевича, различить физическое лицо живописи и производили операции над телом живописи. Специфика генхуковского метода декларируется многократно употребляемым решительным понятием вскрытия и настойчивыми сравнениями института с хирургической клиникой и бактериологической лабораторией. На что же обращали внимание при подобном вскрытии, которому, естественно, подвергались и картины Государственного музея нового западного искусства? На форму – это линейное строение, объем, композиция, конструкция, структура и фактура. На окраску – цвет, тон, свет, живопись. Какими способами анализировали? Сначала выделяли наиболее характерные для разбираемого произведения простейшие линейные элементы, фиксировали их графически, стремясь как можно точнее передать их характер, свойства и индивидуальную принадлежность именно разбираемому художнику. Затем фиксировали порядок связи двух и более элементов – узлы форм, поскольку сходные единичные элементы могут встречаться в различных системах, однако связь элементов совершенно для каждой системы своеобразна и в большинстве случаев неповторима. После этого выявлялись значимые фрагменты – целые формы и ближайшие связи этих целых форм. Так были найдены основные структурные единицы, знаменитые прибавочные элементы – волокнистая кривая Сезана, серповидная кубизма и прямоугольная плоскость супрематизма. Это была настоящая лабораторная экспериментальная работа, и значительная ее часть проходила в залах Музея нового западного искусства. Полученные данные обобщались методом типологизации, отсюда получались системы, и дифференциации – стадии систем, переходные моменты и индивидуальные версии. В результате была подтверждена гипотеза Малевича и создана стройная теория прибавочного элемента, выявляющая и объясняющая механизм пластической эволюции в ее закономерностях и сбоях. Цитирую. Как только в живописном произведении одного состояния начинает встречаться элемент другого состояния, так целое произведение перестраивается и приближается к строению системы, элемент которой зародился или прибавился из отчетов Генхука. Сотрудники Генхука с доказательствами в руках были способны ответить на многие сложные вопросы. Например, какие элементы у Сезана могли повлиять на образование кубистической формы, как из ранних предкубистических работ Бракалиф и Канье Пикассо возник кубизм, и почему их можно объединить в одну группу в стадию геометризации, что взял у Сезана Дерен, где он является самостоятельным мастером, а где эклектиком и популяризатором, каковы условия образования кубистической формы и различия ее в разных стадиях кубизма. Покажу я немножко попозже. Аналогическому исследованию подвергался цвет. Составлялись спектры. Так называлась особая форма анализа живописного поля картины. В виде полос в порядке последовательного рассмотрения этой картины фиксировались все цвета, участвующие в произведении. Спектр отражал, дальше цитирую более поздние воспоминания Рождественского, количественный и качественный цветной состав картин, общую цветовую напряженность, систему их связей на плоскости, принцип контрастности и соседства, принцип гармонизации, то есть цветовую структуру произведения. Исследовательский процесс закреплялся в литературных описаниях и, главное, в наглядных артефактах, схемах, таблицах, чертежах, картах, рисунках. Зарисовывались элементы композиционные и конструктивные решения. Я выборочно покажу несколько известных таблицей Малевича. Здесь есть и прибавочные элементы, и то, как делались эти спектры. Как делались эти линейные элементы, и одна из картин из коллекции щеки. Это цветовые аналитические таблицы Рождественского, тоже как раз с картинами из музея, из Щукинской коллекции. Здесь два произведения Щукинской коллекции участвуют в определении живописи и цветописи. Помимо этих рисунков были ещё живописные фрагменты, текстура, фактура, структура и аналитические холсты и свободные вариации в духе той или иной системы. В документах есть сведения о выполненных в Москве в 1925-1926 годах в частности, копиях фрагментов Руанских соборов Мане и сосны Синьяка, картины Матисса «Дама на балконе», натюрмортов Пикассо с банками, мисками и бутылками, женщины с гитарой, его же и музыкальных инструментов. На этих артефактах строились отчётные научные выставки отделов Генхука. Таких работ, судя по всему, было много, но до нашего времени дошли единицы. И вот сохранился очень любопытный образец аналитического копирования. Это Вера Ермолаева соединила на одном холсте фрагменты двух картин Сезана «Акведук» 1985-1987 год и пейзаж «Векси гора Святой Виктории» 1906. В результате столкновения хронологически отдалённых работ обнажило в творчестве художника постоянные и переменные величины, сделало наглядной эволюцией его творчества. В нашем распоряжении недавно оказался очень любопытный документ, восполняющий некоторые лакуны в изобразительном материале. Это блокнот Анны Липорской с записями и рисунками, сделанными во время посещения бывших коллекций Щукина и Морозова летом 1927 года. Он находится в составе архива Липорской, который был подарен нам Русскому музею недавно Ниной Николаевной Суетиной. 1927 год. Генхук уже слит с Институтом истории и искусств. Липорская формально ещё числится практиканткой. Она не была обременена в это время никакими заданиями и даже специально отметила особый кайф свободного восприятия произведения. Как-то мне приятнее стало смотреть вещи, когда не надо писать об них доклады. Тем не менее, на её записах лежит явный отпечаток Генхуковских, если не методик, то интересов. Много рисунков, позволяющих представить, какие именно художники и произведения, привлекали внимание. Рисунки, как правило, сопровождаются обозначением цветовой гаммы. Липорская много работала в лаборатории цвета под руководством Ермолаевой. Рядом с этими рисунками, иногда без рисунков, более пространные рассуждения об устройстве той или иной картины. Самое пристальное внимание привлёк Пикассо. Три женщины. Женщина с веером после бала. Блокнотиков очень маленькие, то есть, не знаю, там 10 сантиметров, наверное, нет, и 4 по краю ширины. Столик в кафе, бутылка перно. И вот этот эталонный кубистический натюрморт затрагивает её, в первую очередь, эмоционально. Странно сейчас, совсем не думая, не желая даже проникать в тот период, увидела рюмку и бутылку в реальности так, как будто она стоит передо мной в пространстве. А вот думаю, что увидеть рюмку и бутылку ещё мало. Её стремится увидеть каждый. Почувствовать надо ещё что-то. Однако Липорская активизирует и генхуковские знания, дополняя их новыми наблюдениями. Опять старая мысль о цвете. В этой стадии живопись всё же есть. Она как бы растянута на громадную площадь, но всё это чуть-чуть разжижено, а рядом на контрасте. И во второй стадии это чуть-чуть мне яснее. Дело в том, что генхуковские исследования и малевичевские идеи показали, что во второй стадии кубизма живопись достигает, своего предела исчезает. И вот в следующей стадии её уже нет. Нет красочных, тканевидных образований, только цветовые и материальные. Вот здесь она замечает, так сказать, нечто другое. Лепорская также делает интересное замечание о натюрморте с книгой. Ну вот, скорее всего, имеется в виду, она пишет натюрморт с книгой, имеется в виду композиция с разреженной грушей, поскольку в галерее конвейлера, где этот натюрморт был куплен Щукиным, проходила под названием книги. Цитирую. Писан на дымчатых обоях. Это замена протекающего, вот опять их любимой протекающей. Табачные обои перебиваются точками жёлтого и синего. Фермерши никакими рассуждениями не снабжены, только обозначением использованных цветов, ну, собственно, как и после балла. Но здесь говорящими являются сами достаточно хорошо проработанные рисунки, вот особенно эти. Важно, что замечает, что подчёркивает. И вот это, как правило, геометризация, соотношение массы, некое такое общее напряжение формы. Кстати, фермер Шуврост, как типичный пример ранней геометризации, исследовала и Вера Ермолаева. И вот сейчас приведу отрывок из тоже документа из этого же архива Липорского. Он не попадал в поле зрения исследователей. Очень обширные тезисы подготовки её доклада о кубизме и о геометризации. Геометризация, рассуждает Ермолаева, использована как особый вид выразительности вот в этом случае, что было возможно, пока углубление в чисто пластическую жизнь формы не ушло далеко. Предмет здесь живёт ещё в нераспавшемся ряде смысловых индивидуальных признаков, и можно наделить его какими угодно свойствами живой предметной формы. Изображение мужчины со скрещенными руками очень схематическое. Только контуры, общая композиция и словесная фиксация цветов. Внимание Липорское останавливается на детали. Один удар света в плечо записывает она и отдельно зарисовывает это плечо как энергично закрученный дугообразный элемент. Несколько заметок и набросков посвящены Дерену, вот дома у воды. Рощу она не зарисовывает, её позднее зарисовывает Николай Суетин. А наблюдения Липорской относительно этой рощи весьма такие сильные эмоции, а не анализ. Будто роща мелового периода или тогда, когда ещё не солнце светило, а что-то другое. А в небе и в кроне сосен просто жуть началась непрекрашенная. В портрете девушки в чёрном своеобразным пунктумом для Липорской стал фон «Голубая бездонность». У Лефа Канье она отметила опрокинутость озера. Вот это у меня нет изображения. А в картине «Деревня в горах» очень не нравится, замечает она, разглядела выразительную деталь «Маленький домик на самом верху» и зарисовала этот фрагмент. Увиденная Липорская нередко соотносила с собственным опытом и с творчеством друзей. Так озеро Лефа Канье показалось ей похожим на эндеров. О них же и косвенно о сомнениях и несогласиях малевичат и матюшинцев напомнили пейзажи Писсаро. Вот страничка из Собрания Морозова. Боюсь, что эндеры правы в чём-то со своим расширенным смотрением. В пейзажах Дере на Липорской различила костины гаммы, то есть речь идёт о рождественском, и тут же провела сравнение-анализ. Но у Кости нет контраста более широкого, чем два соседних. Нет контраста крупных планов, поэтому они кажутся измельчёнными. Среди впечатлений, записанных в собрании Морозова, есть весьма личные и необычные реакции. Так в портрете с Мари ей особенно понравилась сечённость, как будто следы жизни, а не тон или след кисти. Ренуар в целом вызвал такой отзыв. Ренуар не сдал, конечно, только так хочется ему сказать, подожди, милая, сейчас не до тебя, что-то идёт более буйное, чем такое недоумение твоих женщин. Липорская вновь глядывается в импрессионистов, которыми много занималась, так сказать, по работе, это её тема была в Генхуке, фиксируя новые мысли и наблюдения. Сесле ей кажется грубее, чем Мане, и хотя у него меньше отступления от натуры, всё же он менее натурален, чем Мане. У этого кусок природы живее. И вот если раньше в лугах в Жаверни обращала внимание на цвет, то сейчас почему-то основное вот эти потоки. Липорская в этот раз не забыла о всеобщем кумире Сезанне, его знаменитой и столь любимой и много раз подвергавшейся анализу картине гора Святой Виктории. Всё-таки он подошёл близко к природе, не повторив её. Рядом с контурным наброском композиции фраза «Из Сезанна могут вырасти не только живописцы». Из этой оголённости идут, конечно, не только живописные ощущения, а напомним, что Сезанн для Малевича был таким апогеем именно живопись как таковой. И эта ясность, такая ясность прозрения, которую долго нельзя сохранить, нужно скорее чем-то маскировать. Напряжение, чтобы её выдержать, нужно такое, какого сейчас не найти. У нас, по-моему, Казимир вот нашёл и держит эту ясность долго. Диалоги с произведениями из коллекции Щукина-Морозова художники, прошедшие школу Генхука, продолжают вести и в последующие годы, уже не будучи обременёнными никакими специальными научными заданиями. В мае 1935 года Лев Юдин едет в Москву на похороны Малевича и не может не заглянуть в Государственный музей нового западного искусства. Я и сам не ожидал, что так встряхнёт, какое радостное и жизненное искусство. Вот последняя фраза будет звучать ещё раз. Он внимательно, в собственных целях, присматривается к фактуре мастеров. Мне нужна помощь в этом отношении. Вернувшись, составляет перечень приоритетных имён и произведений. Некоторые к этому времени уже переданы в Эрмитаж. Пишут, о каких мастерах сейчас думаю и соотносят их со своими потребностями. В список входит Гоген, вот этот пейзаж с двумя козами и цветы Франции. Пейзаж с двумя козами он отмечает, что очень искусно скомпонован, а цветы Франции розоватые сгустки. И дальше пишет. Мне такая фактура кажется очень благородной, одновременно и липкая, и шероховатая, и звездковая, как распил пемзы, пористая, по-новому нужно сделать, но исходя из этого. И второй художник, которого он упоминает в этой записи, Морис Денис, которым ощущает что-то общее и в фактуре, и в гамме, и отчасти даже в трактовке формы. И одновременно ученик Малевича Юдин сознаёт опасность увлечения таким непрофильным художником. В гамме в том смысле, что я тоже хочу заняться особым каким-то... Он упоминает эту картину в том числе. Хочу заняться особым каким-то задним спектром, боковым. Почему же? Если всё это провести через современный накал, сделать после кубистическим, это может вовсе и не стать боковым. Просто индивидуальный способ выражения общих идей. Вот он упоминает картины «Мать и дитя», портрет жены художника, «Встреч» и «Встреча». Тесные контакты с коллекциями Щукина и Морозова оставили заметный отпечаток и на самостоятельном творчестве художников из круга Малевича. Это самостоятельная тема, и в этом мы можем убедиться, вглядевшись в работе Ермолаевой рождественского Юдина. Ну, просто вот несколько. Это Дерен, это Ермолаева, это Дерен, то есть, наоборот, это Ермолаева, это Дерен, и вот Юдина, портрет девочки, вот такое. Уроки усвоены, воздействия переработаны и переплавлены в собственное живописное мироощущение. Не будем также забывать о той роли, которую сыграл Музей нового западного искусства в период наступившего без времени 30-х. Своим дозволялось все меньше. Любое отступление от признанных норм объявлялось формализмом. Маломальские крамольные произведения не допускались на выставки. Вещи, собранные МЖК, МХК и даже менее радикальные, неуклонно изгонялись из экспозиции в запаснике. Но смешные картинки западных оригиналов, это фраза Малевича, еще какое-то время существовали в публичном пространстве, восполняя растущий недостаток воздухотворческой свободы. Они давали очень много радости и зарядки, вот это впечатление Юдзина, позволяли не утратить верную точку смотрения на мир слова Рождественского. И в эпоху жизнеподобия сохранить представление о том, что такое настоящее жизненное искусство. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.